современная швейная техника многих пугает своим строением разнообразием количеством не только новичков но и профессионалов своего дела я вам скажу не надо этого бояться в последнее время все более популярной становятся трикотажные ткани а для работы с ним нужна специальная техника в виде распашивальных машин и оверлаков на основе ваших вопросов и комментариев мы подобрали более подробный курс по работе с распашивальной промышленной машинкой в курсе я подробно рассказал как заправлять машинку сколько использовать ниток сколько иголок как можно настраивать растягивание ткани либо ее посадка как обслуживать машинку как ее чистить смазывать где следить за уровнем как заправить укладчик и как его снимать случае если он вам не нужен осваивайте новые швейные вершины приобретайте наш курс и как говорит ирина михаловна будьте разнообразны вы на канале модные практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день продолжаем работать с платьем который у нас называется платье трансформер основное платье которое короткое платье у оли уже почти готова ну мы тут она захотела его немножко посвободнее сделать в талии но дело в том что наверх же еще будет юбка одеваться и не хотим так заталивать если в конце мы увидим что нам хочется вот тут еще немножечко приберем ну это как бы уже это мы решим еще в процессе вы видите как хорошо выложилась кружева как хорошо вот тут вручную все соединили листики вытачку все ничего не ничего не произошло от того что я тут резала если у кого-то будет обыкновенный шов по кружеву это абсолютно все допускает современная мода перерезанная кружевая не по каким цветочком а просто сшита ничего страшного сейчас перед нами оля в платье и мы готовимся делать юбку длина юбки у нас ну вот так вот примерно от этого места ну ты же не хочешь прямо в чтоб она таскалась по полу да я да я не знаю ну давай выкроем подлиннее а потом давай брать вот так 108 108 это вот так вот ну прямо длинная прямо длинная ну чтобы так по полу не было потому что она так красиво по полу но в жизни не всегда хорошо давай 108 значит у нас что длина 108 я пишу длина 108 талия у нас талия 76 значит половина 38 пишу обхват талии 1 2 38 мы будем работать с половиной и смотрите нам нужно определиться где закончится наша юбка вот тут наталья я предлагаю ну сантиметров 12 вот так вот не больше чтобы вот этот просвет у нас был он то еще будет потом раскрываться просто если мы сильно много вот этот просвет сделаем между бантом он будет как бы там дальше еще открываться а мы сделаем вот я сейчас вижу сантиметров 12 значит я пишу талия не доходит до центра переда с каждой стороны по 6 сантиметров 6 и мы сейчас отпустим олю и я начинаю работать после того как я соберу юбку олечка мы тебя пригласим ты придешь померяешь отпускаем передо мной ткань сложена вдвойне у нас нету выбора в данном случае с какой ширины какого объема мы хотим юбку мы делаем из того сколько у нас есть ткани я сейчас скажу сейчас я отрисую вот здесь ровную линию черчу у меня здесь поперечная ткань потому что для этой ткани все равно а кто-то будет но по продольной кроить у кого-то шов будет по центру спины для того чтобы сделать очень пышную юбку смотрите у меня 90 сантиметров значит вся юбка у меня будет вся по кругу метр восемьдесят хорошо я сейчас вот это все обрежу длина юбки метр восемь да вот моя юбка длина метр восемь и сантиметров 20 я возьму на подгибку подгибка у нас будет 10 и 10 сантиметров то есть 10 сантиметров а подгибка вдвойне и еще у нас вот здесь остается на бант 20 сантиметров я прибавила на подгибку вот это то из чего я буду делать юбку а вот из этого будем делать бант на бант пока откладываем в сторону мы в него вернемся вот это у меня будет вверх юбки вот это у меня будет центр спины я сразу сделаю подгибку не вот эта лента у меня а вот это лента сантиметровой вот это у меня не с юбки я сейчас сразу сделаю подгибку низа потому что мы и примерить не сможем 20 сантиметров я откладываю нет я должна откладывать 30 сейчас объясню почему 30 это я вот так наполовину еще наполовину да я должна откладывать 30 чтобы сделать двойную подгибку по 10 сантиметров я откладываю 30 это вот к этой линии я буду уже подгибать вы спросите почему такая большая подгибка ну чтоб юбка такая была совсем такая от кутюр хочется нам быть очень красивыми и необыкновенными на самом деле такую подгибку в наше ателье принес софинин андрей владимирович давно уже смотрите откладываю время 30 ну я хочу сказать удобнее будет что я отложу 20 тоже сейчас объясню почему хотя бы вот так чуть-чуть 20 20 у меня одна отметка 20 2 30 сейчас объясню почему чуть-чуть когда вы будете работать вот с такой плотной тканью и научитесь делать такие роскошные подгибки ой как это будет красиво смотрите вот у меня отметка 20 сантиметров я отгибаю и потом отсюда отгибаю вот сюда к 30 конечно я сейчас буду просто подгибать низ потом просто подгибать вот этот вот перед и когда уже портные будут делать они тут уже сделают уголочки но мы вам под конечно потом все покажем и таким образом нужно абсолютно заколоть весь низ теперь вы поняли что значит подгибка 20 сантиметров это значит 10 и 10 это для тяжести не за иногда мы делаем и на клюшных платьях такие широкие очень широкие обтачки я уже почти все про металла не чтобы не тратить время эфирная на подшипку на подгибку низа вы видели как я заложила и вот я сейчас займет его и вниз уже заканчиваю это же не обязательно с просветом юбки и вот из такого плотной ткани типа микада или подобных тканей юбки всегда вот так вы будете делать оли начался сезон длинных плотных юбок кроме этой юбки вам еще показано будет одна юбка конечно мы выбираем такие модели которые доступны и нашим ученикам можно заложить муляжным методом какие-нибудь абсолютно нереальные складки или еще что-нибудь но у нас канал учебный нам нужно так чтобы у всех получилось очень многие люди которые у нас смотрят наш канал это не портные у них это хобби они пришли составе с основной работы им хочется что-то делать своими руками поэтому мы стараемся выбирать ну такие модели доступные ну смотрите вот у меня не из юбки это у меня метр восемьдесят вот так ткани а могло быть например два с половиной метра это вы уже будете сами решать вот моя подгибка не за 20 сантиметров пока заметно сейчас я хочу края юбки вот эти вот края юбки смотрите вот эти вот края юбки тоже заметать но они у меня будут 8 сантиметров просто 8 поэтому я сейчас с одной стороны отмеряю 16 сантиметров 16 может быть потом когда портные уже будут делать может быть они за утюжат вот так один сантиметрик и вот так сделают чтобы был закрытый край но я пока просто заметываю 16 я сейчас одну сторону заметаю 16 теперь к этой линии я вот так вот откладываю 8 сантиметров и заметываю к своим вот этим отметочкам я думаю что олечка придумает с чем еще одевать эту юбку платье это отдельно короткое платье без этой юбки вполне себе нормально будет смотреться платье и платье а вот с чем одеть юбку это надо придумать что-то может быть какая-то маленькая юбочка и какой-нибудь топ а может быть какие-нибудь кружевные узкие брючки будете иметь представление как делаются подобные юбки ну и конечно когда мы сделаем обзор готового изделия у вас еще больше в голове появится понятия но всю эту сторону я прометала сейчас я вторую сторону прометаю и будем работать дальше я вырезала пояс шириной 15 сантиметров шириной 15 сантиметров думаю что это многовато может быть мы даже один сантиметр будем срезать но я пока взяла 15 пополам с утюжила это всем с половиной вот наш пояс 15 сантиметров вот просто прямоугольник 15 сантиметров у меня в длину получилось метр двадцать восемь совершенно неважно ну примерно вот так потому что но полтора метра на пол талии это много а метр двадцать восемь пол пояса хорошо ширина 15 сантиметров я его с утюжила пополам теперь смотрите вот это у меня центр спины середина пояса центр спины теперь будем считать дальше сколько же у нас должно быть юбки и сколько должно быть свободного банта у нас половина окружности 38 половина окружности талии 38 отнимаем 6 сантиметров то я если мы от центра спины до центра таль переда взяли бы полную мерку по полу обход было бы 38 но у нас юбка на 6 сантиметров сюда не доходит она вот здесь закончится смотрите вот здесь она закончится значит 38 от них 6 32 сантиметра у нас от центра до начала до края юбки от центра до края юбки значит я откладываю от пояса от центра спины 32 сантиметра вот видите наш пояс от центра спины 32 и делаю еще надсечки причем надсечки делаю на полностью на всех слоях очень маленькие аккуратные надсечки теперь смотрим сюда наша юбка будет расположена от надсечки до надсечки вот центр спины вот так будет расположена наша юбка а эти куски будут уходить в бант середина пояса центр спины от надсечки до надсечки вот здесь заканчивается наша юбка практически будет соединяться край юбки вот с этими вторыми надсечками значит у нас между ними 32 сантиметра пояс пока откладываем но нам же сейчас надо просчитать что ж вот здесь сколько складок заложить чтобы у нас было на каждой половине 32 сантиметра переходим к следующим расчетам у нас половина юбки 82 сантиметра а нам надо 32 ну 82 с половиной ну берем 82 а нам надо 32 значит что 82 минус 32 50 сантиметров значит у нас 5 складок по 10 сантиметров с каждой стороны до 50 сантиметров должно уйти в складке вот на этом все если что-то я от центра спины я начну 5 10 5 вот это у меня центр спины смотрите и также в другой стороне опять 10 я возьму чтобы вы сразу понимали о чем идет речь самое главное найти сколько нам нужно вообще убрать сантиметров в складке у нас по всему кругу получается 5 складок с одной стороны и 5 другой стороны значит у нас получается вот смотрите 10 сантиметров я закладываю в складку у нас все складки будут идти вперед вот у меня центр спины вот я две складки заложила вот центр спины у меня вот центр спины и сейчас я в каждую сторону в обе стороны пойду закладывать складки вот сейчас я разверну к себе это все что вы лучше видели вот вторые 10 сантиметров я закладываю таким образом я с каждой стороны заберу по 5 складок по 10 сантиметров кто-то захочет еще больше взять материала кто-то захочет там по две большие встречные складки фантазируйте девочки фантазируйте вот у меня центр спины вот он у меня я его отмечаю вот адмиловая отметка это центр спины вот половина юбки и вот половина юбки третья складка это вот я имею ввиду вот с этой стороны третья складка о шикарно 5 сантиметров пропускаю я брала 5 10 5 10 5 10 а вы будете брать свои цифры совершенно просто вы считаете сколько вам нужно складок у меня хорошо у меня 50 сантиметров с каждой стороны значит я очень легко посчитала что у меня опять складок по 10 сантиметров то есть глубина складки 5 сантиметров но на складку уходит 10 представляете как будет роскошно наша оля будет последнюю закладываю складку 10 сантиметров она немножко находит вот на эту нашу подшипку и это очень хорошо ну а сейчас все проверяем вот у меня центр вот край юбки вот у меня центр вот у меня край юбки ну миллиметров пять там еще не доходит совершенно не важно смотрите практически ну так и было миллиметров пять лишних практически не ошиблась видите вот у меня центр вот край юбки вот центр вот край юбки я приложила проверяю теперь вот в эту сторону заложу складки останется приметать пояс отлично просто шикарно предпоследняя складочка у меня закладывается ну и следить вот здесь чтобы на одном уровне вот эта вся ткань была крайне заложено на одном уровне чтоб они туда не утопали потому что потом это выглядит просто некрасиво кто кто а оля у нас к новому году будут будет одета как царица во первых у нее буза с синими камнями а к ней роскошная вот такая же плотная синяя юбка она вам будет показана во вторых у оля же красное платье с фестонами но и третьих же платье трансформер это называется везет же некоторым я заложила нужную абсолютно нужное мне нужный мне объем вот мой объем нужный 31 ну почти какие-то миллиметрики там есть но это же все равно я например ку делаю партнер потом все равно будут разбирать так вот центр у меня спины и начинаю смертывать хочется мне укоротить уже сделать пояс но я уже сейчас не буду булавки тоже например ку снимать не буду потому что не выдержит наметка ткань очень жестко все будет разваливаться предварительная примерка это пока все будет это разбираться обрабатываться будут края как положены потом с абсолютной точностью высчитываться закладываться складки но во всяком случае сейчас мы уже с вами сможем увидеть как это будет выглядеть я думаю что наша оля найдет куда все это одевать были бы платья а куда одевать то мы придумаем я уже булавочку тут ставлю примерки что понимаю что это все будет отваливаться ткань очень жесткая она мёточка слабенькая на булавочку вот так вот раз сниму сниму но я конечно снимаю там где уже приметала ну а теперь смотрим на олю конечно это первая примерка это первая примерка это пояс не отшит не от утюжен все только сметана однако образ вы видите олечка покрутись пожалуйста медленно коротком платье вы уже видели вот длинная юбка смотрите как выглядит низ подгибка 20 сантиметров из плотных тканей очень рекомендуем подгибку 20 сантиметров я надеюсь наши идеи помогут вам лучше подготовиться к празднику мы думаем что не только оля будет нарядно вообще у нас пол страны будет красиво одета мы в это очень сильно верим для этого работаем будьте разнообразными следуйте по нашим урокам подписывайтесь наш канал заглядывайте в наш магазин делитесь нашими видео обязательно делитесь в соцсетях всего хорошего с вами были мы паук штырина михайловна олечка и вся наша команда